Добрый день, это программа «Парадокс», я ведущий Степан Димура, у нас в гостях сегодня Сергей Николаевич Сильвестров, проректор по научному и инновационному развитию финансового университета при правительстве России. Тема нашей сегодняшней передачи – это «Кому нужно финансовое образование?». Вот Сергей Николаевич, как раз хочу ему задать первый такой немного провокационный вопрос. Лично я знаю очень много людей, которых нет формального экономического финансового образования, которые, тем не менее, очень успешно работают как в реальном секторе, так и в виртуальном, то есть на финансовых рынках. Но у них у всех есть некое фундаментальное образование, там инженеры, физики, математики, даже хирурги. Вот на ваш взгляд, в чем ценность финансового или экономического формального образования, и нужно ли оно в современном, скажем так, мире? Добрый день, Степан. Вопрос непровокационный, он, так сказать, философический. Потому что образование нужно всем, а финансовое в особенности. Но я бы здесь говорил не только об образовании, я сразу бы разделил грамотность и образование. Элементарные начатки грамотности необходимы, потому что в противном случае никакой бизнесмен, какой бы талантливый стоматолог ни был удачливым ни в одной из областей, финансовый или какой-то бизнес-предпринимательстве в другой области, связанной с добычей денег, капиталов и инвестированиями, ориентироваться не сможет. Поэтому мы как бы отделим эту часть. А что касается фундаментального финансового образования, то, естественно, есть очень сложные области финансовой деятельности, поскольку финансы давно уже оторвались от реального сектора. Я бы сказал, что где-то более сотни лет назад, когда деньги перестали быть деньгами, связанными с монетарной формой, с реальными резервами материальными, а стали долговыми деньгами. Мы все с вами, вы и я, все наши слушатели волей-неволей, стали служителями мамон или финансов. Рабами. Правильно совершенно определили. Волей-неволей нас поместили совершенно в такую закрытую колбу, мир, который окутан вот этими финансовыми информационными потоками. И все-таки элементарные начатки знаний необходимы. Это первое. И второе, конечно, тот, кто ринулся на финансовые рынки, должен понимать определенные закономерности работы финансов. Это касается, конечно, прежде всего финансовых институтов, скажем, от банков до пенсионных фондов, страховых компаний и многого другого, что сейчас окружает нас и без чего не мыслим современная экономика. Есть, конечно, другие области, вы говорите, что люди без специального образования работают на финансовых рынках. Да, брокерам, дилерам, наверное, можно. Здесь, наверное, скорее всего, играет большую роль знания технических определенных процедур и определенных моделей. Но плюс к этому, конечно, талант, интуиция. Потому что нужна такая реактивность и понимание процессов, которые, конечно, накапливаясь с годами, скажем, как у когда-то у Баффета, как у многих других известных, скажем, финансистов или бизнесменов, которые за ПК за свою собственную жизнь сделали миллиардное состояние, стали образцом для подражания для людей. У Баффета, у них же нет формального образования? Нету, да. Но вот они начали работать и накопили определенный опыт. И я бы сказал, что это чуть-чуть. Нет, у Баффета есть, он бизнес-школу заканчивал. Да, это потом. Это потом уже. Но когда читаешь его книги многочисленные, которые он написал по поводу своего жизни, ты понимаешь, что это самоучка, которая интуитивно ощущала то, что происходит на финансовых рынках. Есть даже такое понятие Эллиота, который говорит, да, есть циклы. Но циклы просто как волны. Вы не скажете, когда она накатит, а никогда откатит. Ну, у кого-то получается. У кого-то получается. Вот когда пользуются техническими средствами, прогнозированием колебаний различных, скажем, валютных курсов, процентных ставок и так далее, разных деривативов, как они играют на рынках. Да, на коротких дистанциях можно определить. Но ты не знаешь, что будет, допустим, после долгового кризиса, который идет в Европе. Никто не знает. Ну, наверное, за исключением тех, кто видит все это сверху и владеет всеми финансами мира. За кулиссом. Пусть будет за кулиссом. Всегда есть люди, которые имеют миллиард, кто-то имеет триллион. Их мышление, понимание, в отличие от наших абстрактных философских размышлений, они конкретно решают определенные задачи. То есть, этому научиться можно или нет? Я думаю, что этому можно и нужно учиться. Первое, конечно, элементарно, нужно учиться понимать, что у тебя есть свое домашнее хозяйство. Не случайно вообще считается, что у нас практически начальная стадия ликбеза финансового. Только-только был создан национальный проект, который реализуются сейчас в различных регионах. Один из пилотных регионов Калининграда. Там была специальная программа принята. Многие не умеют ни планировать, ни инвестировать, ни думать о будущем. Проводили интересные исследования, достаточно хорошо известны эти цифры. Думаю, что перед передачей вы тоже, может быть, знакомились и смотрели. Ну, например, 73% нашего населения вообще практически не имеет сбережений. Это не из-за того, наверное, что они не планируют? Это, скорее всего, от безграмотности. Потому что все равно вы хотите сказать, что, может быть, нечего иметь. Простите, я чуть задумался даже немножко. И это будет верно. Что, может быть, действительно трудно определить, сколько ты можешь. Но, может быть, просто и не считают, и не задумываются над тем, что тебе нужны пенсионные накопления. Тем более, никто не вникает в суть пенсионной реформы глубоко, на самом деле. А учитывая то, что происходит резкое, так сказать, рост старения, и, скажем, мало людей, которые могут обеспечить нашу с вами старость. Практически нет уже. Да, скорой вообще не будет. Возникает вопрос, как ты должен задумываться, что ты должен сделать. Поэтому это личная судьба и судьба семьи. И нужно думать вообще широко о мысли, скажем, о модели семьи. У меняется модель семьи. Модель из трех поколений, она уходит. Кто тебя будет кормить? А если такое есть, захочет ли он тебя кормить и сможет ли сам себя выкармливать? И так далее. То есть это все очень сложные вопросы, которые, на самом деле, повседневно сталкиваются мы с вами. Кстати говоря, государство, и каждый из нас не задавал вопрос, когда, допустим, я женюсь или выхожу замуж, ну, предположим, я хочу в браке жить до конца жизни. Может быть, 20 лет. Хочу ли я иметь детей? А сколько все это будет стоить? Ну, скажем, наверное, как мужчина мужчине могу сказать, что ответственно мы должны себе отвечать на этот вопрос. Да, я хочу иметь детей, может быть, одного-двух. Это будет стоить, это будет примерно столько. Я должен, я обязан спланировать так, чтобы эти люди стали настоящими людьми. Они брошены были на произвол судьбы. То есть вот эти все вопросы, они кажутся очень такими банальными. На самом деле, люди не умеют планировать. Практически 56% вообще не планируют свою жизнь. Даже никогда не задумываются. Да, финансы вообще не планируют. Не ведут учет. Ну, и, в общем-то, многие из нас, я могу сказать, что я тоже так не записываюсь слева-справа, что был дебет-кредит. Но все-таки на какой-то порядок я себе представляю, за который нельзя выходить твердо совершенно по одежке, протягивая ножки. И глядя по тому, как вот у нас сейчас происходит изменение ситуации на рынке кредитования, как это было перед кризисом, я задавался таким вопросом. Ну, вот насколько рационально поступают люди. Начинается определенный блок кредитный. Да, и это опыт, весь мировой опыт показывает. Начинают рекламировать ипотеку, которая на самом деле ипотека по форме, а по содержанию у нас совершенно издевательство, конечно, при нашей процентной политике в этой части. Потому что, скажем, в тех же Соединенных Штатах, если ты берешь ипотеку под 4%, то это реально можно выплатить при жизни, остаться живым, кормить детей и, так сказать, жить в хорошем доме. А здесь возникает вопрос, задумайтесь о своей занятости, о том, какой у вас уровень дохода, что вы можете еще себе позволить, кроме этой ипотеки, или вы становитесь действительно рабом. Но ведь это же зависит не только от уровня образования, по большому счету. Это от грамотности, о чем мы говорим о первой части, пока только говорим о самом простом. То есть вы полагаете, что если население будет образовано, оно не будет поддаваться на всю эту рекламу потребительства и будет жить по средствам? Будет поддаваться такая человеческая психология, мы все-таки увлекающиеся натуры, иногда до алчности, не задумываясь о том, что пятый, скажем, музыкальный центр или там шестой автомобиль не нужен, если таковые люди есть. А если он шестой автомобиль имеет, он может позволить, наверное, седьмой себе, как я понимаю часто. Ну, обычно да. А смысл? А смысл существования, когда человек себя ведет по отношению к окружающей среде, к своему социуму и к природе, как гангстер практически. Ну, потребительство. Потребительство – это гангстерское поведение. Я могу ограбить что угодно. Фактически это грабочное. Правильно. Но ведь образование от этого никак не излечит. А образование учит рациональному поведению. Ну, тренирует мозги, скажем так. Учит думать. Можете и так сказать. Да, учить думать. И действительно задумываться, с кем вы будете говорить о том, что поведение и потребление должно быть рациональным, если человек к этому не подготовлен. Если он никогда не рефлексировал, не задумывался над этой проблемой. А если он не знает вообще, как это делать. Естественно, что идет в руки, то и забирается, то и действительно наращивает его вес в обществе. Что касается образования, то это, конечно, задача очень серьезная, потому что я вот задаюсь таким вопросом. Почему? Да потому что финансы стали намного сложнее. Что это такое? Это вообще эфемерный виртуальный поток. Это поток информации, который мы называем финансы. Знаем, что он в электронной форме. Последние 20 лет показывает, что практически то, к чему мы привыкли к рублям, долларам, фунтам стерлингов, евро, эта внешняя форма, телесная, она вообще уже ушла практически, ее нет. Как с этим всем работать? И здесь возникает вопрос, что кто-то имитирует, выпускает эту информацию в каких-то объемах, в каких-то целях. С какой-то целью. С какой-то целью. Он думает о каких-то пропорциях, чтобы ни самого себя не потерять, и других при этом еще обобрать с тем, чтобы капитал стал немножко побольше. Это речь идет о, скажем, мировой финансовой системе. Она действительно так работает. И с тем, чтобы не было ни инфляции, ни дефляции, ни многих долгов и так далее. Как вот это все сделать? Без профессионального знания экономики и финансов, как отдельной части, конечно, это невозможно. Причем финансы в данном случае нужно понимать двояко. Это, во-первых, как пласт экономической деятельности связан с реальной экономикой, которая работает позитивно, поддерживает, способствует ее росту, развитию. Планирование деятельности предприятия, скажем так. Конечно, качество. Качество меняется. Нет, но потом это территория, это расселение населения, уровень жизни, благосостояние. Сергей Николаевич, мы должны прерваться на информационный перерыв. Оставайтесь с нами. Снова в эфире программа «Парадокс». С вами идущий Степан Димура. У нас в гостях Сергей Николаевич Сильвестров, проректор по научному и инновационному развитию финансового университета предправительства России. Обсуждаем мы тему необходимости финансового образования. Ну, Сергей Николаевич, вы очень правильно сказали, что оно необходимо, чтобы понимать определенные закономерности, которые сейчас существуют в мире. И, скажем так, чтобы обобрали, но обобрали не до нитки. Ну, Степан, не так пафосно, наверное, все-таки насчет философии, там, закономерности. Мимо течного дома я без шуток не хожу. Сразу-то возникает вопрос, а вот современная система образования, как в финансах, так и в экономике, она вообще дает такие знания? Почему задает вопрос? Ну, причина очень простая, потому что даже если слушать великих экономистов, да, у которых там Нобелевские премии или занимают они высокие посты, не только в нашем правительстве, то почему-то, чтобы они не сказали, через шесть месяцев происходит все наоборот. То есть вопрос сразу возникает, если эти люди считаются элитой, богемой финансовой экономики, и они ошибаются практически на каждом шагу, то что тогда говорить о простых смертных, которые, скажем, идут и получают финансово-экономическое образование? И если, может быть, что-то не так делается, не то образование дается? Я думаю, что сфера финансов, в которой экономисты, скорее всего, чаще всего говорят не столько о будущем, сколько это воспоминания о будущем повернуты. Ну, работа экономиста, объясняйте, почему прогнозы не сбыли. Совершенно верно. Воспоминания о будущем. Это вы можете и Кругман, и Рубин, и кого угодно взять, потом, так сказать, через 20 лет я был прав, потому что я был неправ. Я думаю, что финансы, вот то, что я сказал, соединение с реальным сектором, это фундаментальная, серьезная, достаточно устойчивая сфера деятельности, профессиональная сфера деятельности. Ну, достаточно здесь взять учет, отчетность, бухгалтерию, она может меняться, она может включать различные статьи, но вы без этого жить не можете, потому что это, как бы, вторая часть жизни. С одной стороны, есть материальный продукт, есть вещи. То есть, это прикладные финансы? Безусловно. С другой стороны, есть то, что помогает этим продуктам двигаться. Извините, это, так сказать, это уж, как бы, банальность политической экономии. Без финансовое движение не осуществляется, иначе получается простой продуктообмен. Банальность, да. Но, что касается второй части, когда финансы оторвались от реального сектора, то, вы знаете, здесь играют роль, конечно, скорее всего, я могу быть прав или не прав, но вот, наблюдая за тем, что происходит на рынках деривативов, на рынках долгов, с одной стороны, крупные транснациональные банки и транснациональные компании работают, явно совершенно понимая, что они срывают болты и гайки с винтов, вот, но при этом остановиться они уже не могут. Вот, ну, я могу просто некоторые цифры привести, скажем, вот, вы считаете, что деривативов, там, в диапазоне аж 600 миллионов во время кризиса, которые были, там, свыше триллиона. Их даже посчитать очень сложно. Да, 1,2, да, уже больше уже сейчас. Вот. Реальный валовый продукт 70, условно говоря, триллионов долларов, да, и целый ряд. Депозитов 9 триллионов, допустим. Вообще все золото оценивается в 7 триллионов. На какой базе реальной существует вот эта финансовая сфера? То есть этот пузырь, в той сфере, в которой люди работают, конечно, тоже требует определенного профессионализма. Сделать дериватив – это тоже искусство. Это Excel, на самом деле. Там все написано. В Excel, да? В Excel все формулы забиты. Ну, если, скажем, форвардные фьючерсы, да, все опционы, там это можно, да. Нет, ну, вопрос-то не в этом. А если комбинированный продукт, для этого, конечно… Тоже в Excel все забито. Тоже забито. Я сам в свое время модели писал. Там все забито. Трейдер сидит, нажимает кнопку, чему дает. Я хотел сказать, что без образования этого не сделаешь. Фундаментального. Фундаментального, да. Нет, ну, а если серьезно говорить, вот готовится, вот человек приходит, скажем, в финансовый университет. Берет финансы, берет экономику. Вот на выходе он будет способен, скажем, отделять мухов от котлетов в том смысле, что он будет понимать, что происходит реально. А сможет ли он есть котлеты и будут ли мухи летать? Это вопрос другой. Для этого ему нужно приобрести практические компетенции. Это вообще проблема образования всегда была, и иллюзий не должно быть. Вообще специалист зреет 5-7 лет. После? После. Это всегда было так, и это общий норматив. Ну, наверное, люди особо талантливые, попавшие в какое-то особое условие, проведенные через определенный практический опыт, могут и быстрее созреть. А в противном случае, я думаю, что это все профанация. На самом деле, ни одно образование, но без образования этого вообще не может произойти, специалистам он не станет, конечно. Конечно. Мы готовим максимально, возможно, приближенно к практике. Конечно, эта проблема существует, потому что молодых специалистов, как всегда во все века, не очень хотели сразу ставить на ответственную работу, где он обучается. Долго его или не берут, или присматриваются. Эта проблема есть. Но определенным образом мы преодолеваем эти вещи. Кстати, мы создали базовые кафедры, скажем, там, такие кафедры, как Инго Страха, АИЖК, которые занимаются кредитованием жилья, делают и тушь, и так далее. То есть, это с 3-го, 4-го курса они уже работают на базу. Да, да, они специалисты. Система физиотерапия, да. И они сталкиваются с людьми, которые, в общем-то, смотрят на жизнь не сквозь розовые очки, а они говорят им о реальных процессах. И должен сказать, что, конечно, там тоже людей, возможно, только с финансовым рафинированным образованием не доминирующее количество, но, тем не менее, когда готовится специалист, он потом, обучаясь, имея базовое образование реальной финансы, реального сектора, плюс финансовый рынок, когда он изучает, понимает технологию анализа, прогнозирование. Когда он сталкивается с кейсами этими людьми, когда он приходит на практику, конечно, он несопоставим выше любого человека, который будет взяться со стороны и будет самоучкой. То есть, может быть, он на каких-то дистанциях будет играть во что-то, так сказать, но серьезно, специалист, на который можно надежно положиться, не будет. Потому что главное, что мы формируем, это не только практические навыки, но еще и для того, собственно говоря, мы и стали не просто называться, а формировать университет вместо академии. А вот в чем разница? Потому что, мне само любопытно, институты стали университетами. Сам я выпускник Московского государственного университета, экономического факультета. Это всякий раз ты себе задаешь вопрос, почему так, а почему не иначе? А прав ли я? Ты всегда во внутреннем диалоге сам с собой. А это мыслительный процесс, потому что можно обучить, это практика сейчас обучения практически современной технологии, все ориентированы образовательно на это. Обязательно довешивается большое количество кейсов. Я в этом случае говорю, ну хорошо, вы взяли какой-то случай из деловой практики, 100 случаев изучили, это как 100, 200 или 300 иероглифов китайских, все равно языка ты не знаешь. А если произойдет 101 или 1001 случай? Который не похож на предыдущий. Не предыдущий, он совершенно неординарный. Кто-то, кто-то в свое время придумал этот случай, разумный, может быть образованный или не образованный, но он знает, как это сработает, он знает финансы, он понимает, как в этой сфере это будет сказываться. И если ты не имеешь широкого взгляда на процессы, потому что, скажем, мы сейчас запустили очень серьезные программы, пытаемся инкорпорировать в учебный процесс, все это и вопросы психологии, очень серьезные. Потому что, на мой взгляд, финансы, это во многом тонкая сфера психологических стереотипов, которые могут срабатывать. Все мы на определенных моделях работаем, так мы запущены в этот мир. Поведенческие, да? Да, конечно. И вот это поведенческие финансы, особая сфера, к которой мы сейчас выделяем большое внимание, потому что они дают зачастую больше объяснений реальным процессам, чем те формулы, которые, например, используются при оценке инвестиционного проекта. Сколько было разговоров у нас недавно еще о том, что вот как выгодно долги превращать в ценные бумаги. Научили людей. Называется секьюритизация. Досекьюритизировались. Досекьюритизировались. Потом говорят, слушайте, это технологические и математически интересные штуки, но это как бы самостоятельная задача. Но к реальной экономике это имеет до определенной степени отношение. Затем нужно думать, где границы применения этого инструмента. Вот какие мозги здесь должны срабатывать, какие знания здесь должны быть. Безусловно, те, кто манипулирует этим процессом, наверху знает и запускает процесс, он должен осознавать. Должен сказать, что Джон Ли, один из авторов оценки финансовых рисков, известный математик, когда ему сказали, вот такая штука произошла, как финансовые кризисы, говорит, а ваш финансовый риск менеджмент и методы все использовались. Он говорит, ну извините, я решил математическую задачу, а то, что банкиры на своих совещаниях приняли решение использовать для оценки риска, ну это как бы... Джон Ли, он неизвестный математик, скажем так. А он мобильский лауреат, поэтому он известен в узких кругах. Да. Широко известен. Вот, поэтому я думаю, что... То есть вы говорите, что вы пытаетесь людям давать фундаментальное образование, и поэтому вы стали... Фундаментальное образование обучающее и практическим навыкам настолько, насколько это возможно, насколько это может дать учебные заведения, и, безусловно, способности мыслить и постоянно обучаться. Ну это обычная, так сказать, ориентация высококлассного образования. Ну это университетское практическое образование. Это университетское образование. Несколько мультидисциплинарное оно, по-моему, называется, да? Мультидисциплинарное. И ведь понимаете, конечно, только ведь мир изменился, и тут это не просто слова, а если ты мог подготовить человека, который на протяжении своей жизни мог пройти одну, две или три переквалификации. А non-stop education, непрерывное образование, оно действительно не слово брошенное просто так. Не случайно говорят о том, что опыт деда не имеет зачастую смысла для внука. Потому что спрессованная информация, бесконечные изменения, новые модели возникают, новые поведенческие, проще глобализация. Мир ищет своего равновесия. Он долго будет искать это равновесие, возможно, это вопрос... Самое равновесное состояние – это кладбище. Если уж так шутить. Это вы опокоен. Да, опокоен нам только снится. Разве равновесие – это опокоен. Нет, ну, просто я вот сталкивался, скажем так, с образованием экономическим в США, это в Чикаго, как формальная экономика, это graduate school, аспирантура у них, и бизнес-школа. И, в общем-то, мне как-то стало очень быстро, очень грустно. Объясню почему. Потому что, на мой взгляд, у людей, как у аспирантов, так и у выпускников бизнес-школы, у них не хватало элементарной, одной простой вещи. Их никто никогда не научил думать. Ну, вот то, о чем... И сказывался просто недостаток фундаментального образования. Фундаментальное образование, пусть даже оно оторвано от реальности, например, математика или физика теоретическая, они учат думать. Правильно? Что из А должно следовать Б. Вот у вас такое есть? Есть ли у вас вообще математическое образование? Обязательно, обязательно. Вообще экономическое образование, особенно финансово, оно требует глубочайшей математической подготовки. Другое дело, в какой степени курсы математические вообще в стране много лет не могут адаптировать к условиям экономических, экономическим знаниям. Математики дают хорошее, так сказать, образование, но они иногда не могут интерпретировать экономические процессы. Я сам с этим сталкивался. Ну, скажем, что касается эконометики, там уже есть отработанные курсы, в финансовой сфере это еще сложнее. Образование обязательно дается, но хочу обратить ваше внимание к тому, что вы сказали. Сергей Николаевич, мы должны прорываться на новостной перерыв. Снова программа «Парадокс». Вами ведущий Степан Димур, у нас в гостях Сергей Николаевич Сильвестров, проектор по научному и инновационному развитию финансового университета при правительстве России и обсуждаем мы сегодня проблему финансово-экономического образования в стране. Сергей Николаевич, позвольте вам закончить ваш реплик. Это относительно бизнес-школ. Ну, бизнес-школ им надо отдать должное, они все-таки ориентированы на работу с людьми-практиками. Успешными или неуспешными, или те, которые хотят улучшить свои представления и знания о том, как изменилась вообще ситуация и какие новые появились варианты решения их собственных задач. Бизнес-образование давайте отделим от такого более фундаментального экономического. Оно действительно необходимо. Это и есть тот способ как бы беспрерывного самообучения. Но есть еще один такой момент, который надо обратить внимание, нельзя говорить вообще об образовании, скажем, фундаментальном. Есть все-таки образование среднего уровня и высшее образование. Вот я могу сказать, что мы немножко переборщили явно совершенно с высшим образованием. В свое время было достаточно много средних профессиональных техник, допустим. Да, сейчас у нас тоже СПО, есть и в составе университета тоже средние профессиональные образовательные учреждения. Многие говорят, зачем вы выпускаете с высшим образованием, нам нужны двух-, трех-, четырехлетняя подготовка, когда нужен человек технический работник. То, о чем я говорил, вот для работы с реальными. Там тоже своего рода фундаментальное образование. Для мыслительного процесса, сложного, это уже другой вопрос. Готовьте аспирантов, готовьте докторантов. Кстати говоря, не каждый к этому приспособлен. Я надеюсь, что вот наше образование, все-таки в силу традиции и знаний, накопленных в области образования в России, в Советском Союзе, и мы пытаемся сохранить то лучшее, что было, все-таки даст возможность людям сохранить способность к мышлению. Не будет делать просто технического работника, который будет считать, что он абсолютно прав. Вот он из одной точки в другую, только прямым путем или, может быть, тремя путями движется, тремя сценариями. Будут решаться вопросы значительно сложнее. Хотя, должен сказать, что соблазн зарабатывания быстрых денег в короткой дистанции, естественно, отметает сомнения. Думать или не думать. Делайте только сейчас. И только так. Кипр показал, что нужно думать. Да, вот есть такой момент. И есть, конечно, такие области, которые, вот я бы хотел сказать, они совершенно новые, о них очень много говорят, но, к сожалению, пока не до конца поняты их значимость в стране. Вот очень много говорят, далеко не абстрактные понятия государственно-частное партнерство. Это очень сложная система взаимоотношений между государством и частным бизнесом. В условиях вот этой новой экономики, которую мы называли, начинали в 90-е годы рыночной экономикой, у государства не остается ничего, кроме бюджета. Закон и бюджет. Вот два инструмента, которые ему надо управлять. Так, в принципе, и должно быть. Так должно быть. Но кто понимает, как этот бюджет должен взаимодействовать без коррупции, рационально и эффективно с частным бизнесом? Вот эта вот большая межа, которая образовалась в результате трансформации социальных, привела к тому, что взаимоотношения между частным предпринимательским сектором и государственным бюджетом очень своеобразно у нас трактуется и используется. У нас-то да, но ведь на Западе же есть уже давно выставленная система. Вы знаете, тоже не всегда так давно, как это говорится. Вот, скажем, та же самая система государственного частного партнерства, если не брать ярославских мужиков, которые ставят дом топором, так сказать, 4 человека с 8 рук, которым там тысячелетия, это тоже своего рода государственное, ну, не государственное такое, а партнерство, но, может быть, заказчикам, это может быть и государство, которому строили дворец, что-то другое. Нет, и не об этом речь идет, идет о сложных формах. Создаются разные компании, которые должны управлять общим проектом, где создаются определенные финансовые схемы. Здесь, конечно, нужно серьезное образование и понимание закономерности деятельности государственных финансов. И нужно понимать, что у бизнеса есть свои интересы, там тоже свои правила поведения в области финансов. Это не означает, что они не имеют общих оснований. И вот в этой сфере, конечно, подготовка специалистов, это называется и проектное финансирование, и создание управляющей компанией проектного финансирования, выпуска определенных инфраструктурных облигаций, это очень серьезная фундаментальная работа, которая чревата большой ответственностью. Без образования фундаментально, ощущение ответственности и возможности принять ее на себя практически чревато большими рисками, которые будут нести как бизнес, так и государство. И потом еще одна профессиональная область, которую я упомянул. Ведь государственное устройство – это не только парламенты, это не только президенты, которых мы видим на экране, или премьер-министры. Это еще и структура властных институтов, между которыми есть финансовые отношения, налоговые, бюджетные отношения. И вот эти налоговые, бюджетные отношения, которые мы называем отношением между бюджетами, между муниципальным образованием и федеральным уровнем, еще есть субъект федерации. А вот как управлять финансами, если у нас 8 тысяч муниципальных образований имеют бюджет не более полутора миллионов на год? Специалисты нужны, но им же не нужно развиваться. Но здесь никакой специалист не поможет. Значит, здесь должны быть специалисты другого уровня подумать, как консолидировать эти деньги. Откуда взять дополнительные, допустим, средства с тем, чтобы окончательно в долговой яму не провалился этот муниципалитет. Возможно, так сказать, это должна быть изменена административная структура. То есть сами финансы начинают подталкивать к этому мышлению, понимаете? Потому что люди не могут на эти ресурсы выжить, не могут решить свои жизненные проблемы. И таких вопросов очень много это касается не только нас, это общая человеческая проблема. Потом ситуация меняется, увеличивается количество населения, потребности остаются тем же самым. Модели по телевизору потребления. Мы же с вами смотрим по телевизору замечательная модель, хороший красивый автомобиль, замечательный четырехэтажный дом, масса, так сказать, служащих и одна жена, так сказать, на одного мужа работает при этих служащих. Откуда берутся деньги возникают? Все хотят жить так. И возникает вопрос о том, как устроить жизнь так, чтобы всем было более-менее хорошо и в то же время было рационально, не разбазаривались деньги. Это уже в политической плоскости вопрос лежит. Это финансовая политика тоже. Это экономическая политика, частью которой является налогово-бюджетной и денежно-кредитной. Сергей Николаевич, а вы считаете, что первичная, экономика или политика? Если же разговор об этом зашел. Человеческие страсти. Ну, это полит, жанность и страх. Многое другое еще есть. Больше ничего нет. Ну, почему? Любовь, доброта, стремление к чести, достоинству. Кто-то называет это чистолюбиво. Давайте без фантастики. Мы в России. Давайте без фантастики. Жанность и страх. Давайте без фантастики, что это только в России. Нет, так везде, к сожалению. Есть эпохи и эпохи, конечно. Вот только некоторые моменты, о которых нельзя не говорить, потому что тема затронута вами в очень широком контексте. И мне кажется, что любое образование в существующей сфере нашей деятельности, жизнедеятельности человека, чем фундаментальнее, тем, так сказать, больше оснований дает для ответственного рационального поведения. Хорошо, я с вами полностью согласен, Сергей Николаевич. А вот если взять ваше конкретное учебное заведение, ваш выпускник, что может уметь или что он будет уметь из того, что вы перечислили? Если он добросовестно обучался, скажем так, как вот в свое время обучались в ведущих университетах и институтах России, предположим, что он добросовестно учился. Если учесть, что у нас десятки специальностей и еще больше десятков специализаций, то вопрос в какой сфере что он будет иметь. А вопрос-то сразу возникает. Пожалуйста, если у него учет... Он будет узким специалистом? Он может быть и узким специалистом. Или широкого профиля? Он может быть и узким специалистом, потому что мы готовим как специалистов широкого профиля, так и зауженных, которые должны выйти уже и войти в реальную жизнь, зная действительно основы аудита, зная, что такое отчетность, отчетность и российская, и отчетность, которая идет по международным финансовым стандартам, уметь совмещать все это, уметь понимать, что это такое, уметь вести соответствующую документацию. А что касается, скажем, сферы, о которой я говорил, государственно-частные партнерства, у нас вообще работают соответствующие кафедры, которые готовят сейчас таких специалистов, и только фактически она основная кафедра сейчас в стране. У нас такой вот массовой подготовки нет, сделанной внешнеэкономбанком, где готовят специалистов по государственно-частному партнерству, прежде всего по разработке финансовых технологий. То есть этот человек придет, он уже знает процедуры, может быть, они у нас не отработаны, но вот тот самый кейс, который он может использовать. Но при этом еще, так сказать, может, наверное, и думать, я надеюсь, но это зависит от его способности. Поэтому, на самом деле, ребята выходят с хорошими навыками, практически ориентированы по целому ряду специальностей. Таких специальностей много очень. Открывайте сайт нашего университета, и там прописаны компетенции. В свое время в Советском Союзе еще была такая... Я перебью вас, Степан. Даже более того, вот недавно вышел указ президента и финансовый университет, в числе тех, которые в марте месяце, разрабатывают собственные стандарты образовательные подготовки. То есть, как бы, доверенная подготовка специалистов, которые практически ориентированы. Извините, перебил в ваше воспоминание. Просто в свое время в Советском Союзе была такая хорошая шутка, чем отличается студент МАИ от студента физтеха. Не помните? Студент МАИ знает ничего обо всем, студент физтеха знает все ни о чем. Вот у вас МАИ или физтех вы делаете? Я думаю, что и те, и те есть. То есть, это зависит от направления? Это зависит от профиля подготовки, да. Мы стараемся как-то готовить и тех ребят, и тех, потому что, конечно, есть люди, которые потом идут в государственную банковскую систему. Они могут работать на низовых уровнях, но он должен быть способен работать наверху. Имейте в виду, что 8 министров финансов были выпущены еще в финансовом институте московском, потом в финансовой академии. И незначительные отклонения от этой нормы говорят о том, что все-таки это были люди не просто сидящие за счетами, а мыслившие. Мыслившие и думавшие о судьбе страны, о том, как увеличивать ВВП и как стимулировать развитие реального сектора экономики. Лучше бы вы про это не говорили. Ой, ну вы о чем? О результатах их деятельности. Ну вот, вы, кстати, подняли очень интересную, мой взгляд, тему, вот такой, в несколько вшелочной манере. А вот если бы у вас были все необходимые ресурсы, все необходимые деньги и все необходимые полномочия, как бы, что бы вы изменили в системе образования, вот экономической и финансовой? Наверняка же вы об этом задумываетесь, что нужно поменять это, нужно изменить то. Вот если бы помечтать немножко. Здесь много таких вопросов, но у нас одна есть мечта, к которой мы стремимся, причем она касается не только финансового университета, она касается нашего образования. Безусловно, выделить группу учебных заведений, университетов, которые будут людей обучать аналитическим и исследовательским способностям. Это мой личный подход и мой жизненный опыт просто. Мне кажется, что впереди все-таки идет генерация знаний, активная работа интеллекта. Он может ошибаться, может не ошибаться, но если ты не занимался сам и не исследовал определенные процессы, а для этого нужны деньги. У нас в последнее время практически деньги могут даваться на сам процесс. Они есть, вот у вас есть все ваше власть. Я говорю никогда, что они даются, что бы хотелось. Не только на сам учебный процесс, а нужно готовить людей, смотрите, возьмите Московский государственный университет, или Московский дореволюционный императорский, или возьмите Санкт-Петербург, другие институты. Ребята-магистры довольно быстро проходили дистанции до профессора, они сделали исследования, они их потом публиковали. То, о чем мы мечтаем. Но сейчас это декларативно и риторически все обсуждается, но практически базы для этого сейчас ни в нашей сфере, ни в инженерных областях, ни в естественных науках достаточно нет. А это практически подрывает то качество знаний, которое мы потом передаем детям и, я так в кавычках их называю, молодым, динамичным, очень умным, толковым, информированным ребятам, которые нуждаются. И они, естественно, через какое-то время стремятся оторваться и уехать туда, где они могут получить такую возможность. И вот в такой деятельности формируются практически навыки. Они не передаются, они формируются. Ну, формируются школы. Потому что у меня возникает такой вот вопрос. Сейчас такая эпоха, когда у всех иллюзия, тоже банальность, можно войти в интернет, снять информацию, сделать реферат. Мы слышим о докторских, о кандидатских. А у меня возникает вопрос. А кто оплатил генерацию новых знаний? А вообще, кто генерирует знания? Может быть, когда-нибудь интернет опустошится, мы опустимся на то дно, где знаний уже не будет. Потому что информация – это не знание. Вот мечта о том, чтобы университеты стали вместе с исследовательскими институтами, производителями знаний, формировали свое собственное будущее в своих областях профессиональных. Это принципиально важный вопрос, на мой взгляд. Ну, Сергей Николаевич, тогда практически вы говорите о том, о системе образования, которая существовала в Советском Союзе. И там до конца этого не было. Вы говорили о физтехе и о МАИ. Да. Вот физтехе – это было. В отдельных учебных заведениях – да, это было. И, собственно говоря, такой опыт интеграции исследования образовательного процесса, который на этой базе рос, развивался. Сергей Николаевич, мы должны прорваться на новостной перерыв. Снова программа «Парадокс». Ее ведущий Степан Димун. У нас в гостях Сергей Николаевич Сильвестров. Обсуждаем мы не только финансовое образование, но и вообще систему образования. Я продолжу. И сейчас такие попытки делаются. И речь идет об интеграции науки и образования. Вот, в частности, опыт финансового университета привести, он имеет такой уникальный шанс и возможность развивать учебные программы и процессы. У нас это пока не очень хорошо получается. Мы здесь ищем свою модель взаимодействия. И, слава богу, последнее незаконное образование нам дает такой шанс с тем, чтобы поставить исследовательскую деятельность в интересах, причем, органов власти, правительства, бизнеса. В том числе и финансового бизнеса, институтов. И если включить сюда большой актив, скажем, из молодежи, которые потом бы все это защищали в каких-то работах своих и могли бы там это публиковать, цитироваться. Я думаю, что это очень серьезно могло бы поменять ситуацию. Во всяком случае, мы стараемся это сделать, но это очень непросто. Потому что образовательный процесс построен на основе определенных процедур, технологий, стандартов, которые, это вторая мечта, перегрузили. Когда интеллектуальную часть нашей, такой, скажем, интеллектуальной элиты, профессиональную часть нашей интеллектуальной элиты в образовательном процессе, до недопустимого уровня. Когда профессор имеет 600, 900 часов нагрузки таких сложных очень работ в течение года. Когда он имеет очень много аудиторных часов, и он в неделю занят лекциями, семинарами, практическими занятами, готовит к этому всякие пособия и так далее. Оправдывается очень много бумаги. Невероятно завалено бюрократическими процедурами образовательный процесс, учебные заведения стомат просто. Когда же ему работать с исследованием заниматься? Какие исследования, какая наука, о чем вы говорите, коллеги, мы бы рады были и хотим, что называется, природа требует, а возможности такой физически нет. Я привожу пример, что, допустим, вот то, о чем вы говорили в советское время, в ряде учебных заведений литарного типа, скажем, аудиторная нагрузка была 100-150 часов, 200 часов. То есть человек читал, работал, самообучался, и у него действительно был ограниченный круг учеников, формировались школы. Без этого говорить о нашем конкурентоспособном образовании в перспективе, чтобы оно таковым стало, я думаю, будет очень сложно. Пытаются странными действиями, так сказать, трансформируя различные учебные заведения и укрупняя их, добиться этого эффекта. Может быть, это когда-нибудь и случится, но мне кажется, что путь может быть более толерантный, более градуалистский, такой постепенный. И более осознанный, потому что много очень изъятий ни права, ни финансы, ни организации всего этого дела пока не соответствует поставленным задачам. То есть практически вы говорите о том, насколько вы понимаете, что академическую науку и образовательный процесс, их нужно соединять? Я думаю, они должны быть чужды друг другу, потому что в академической науке очень много специфического. Есть белые башни, есть облака, в которых витают очень многие, наверное, соединить с образовательным процессом слишком сложно. Это еще одна межа, которая у нас существует. Она должна быть преодолена как со стороны академической науки, которая в определенной степени и в том числе по нормативно-правовой базе не имеет возможности себя реализовать. Есть много тонких моментов, достаточно простых, которых можно снять, целенаправленно работать над этой областью, вычищая, не критикуя Академию наук или Академический институт, а просто помогая им встать вот на этот путь интеграции с образовательным процессом. Это опыт есть. Есть опыт у Алферова, есть опыт у такой института истории, который сделал гуманитарный университет, и целый ряд других опытов в правовой области. Но там очень много таких вещей, которые ставят академических ученых и руководителей, администраторов в положение нарушающих законодательства. Будь то по аренде, по каким-то другим вопросам. Неужели эти вопросы нельзя снять? Можно. А почему же они решаются? Вопрос не ко мне. Я был бы готов. Когда готовили закон об образовании в Российской Федерации, который с сентября будет работать, мне кажется, что должны были учесть, что вот эту часть создания условий для интеграции науки с образовательным процессом, вхождения в образование, нужно было бы облегчить. Облегчить и помочь двигаться в этом направлении. Так же, как и в учебных заведениях, которым нужно помочь с финансированием, не заставляя науку бегать, только зарабатывать деньги. Она есть разная наука. Есть практически ориентированная, где действительно она должна львиную долю составлять. Фундаментальная наука никогда не составляла львиную долю исследований. Где-то в лучшем случае 20-25%. По финансированию вы имеете в виду? По финансированию, по объему деятельности работы и по способности людей работать там. По количеству занятых. Это на самом деле опыт мировой, он давно известен. Это прикладные исследования, внедрения, разработки то, что называем инновациями. Для этого нужно создавать условия. С 217-го, 219-го закона, принятого в 2010 году соответствующими постановлениями, которые должны были способствовать и способствуют развитию инновационной деятельности студенчества, молодежи, к сожалению, более таких продвинутых и серьезных шагов пока, к сожалению, не сделаны. Это претензии к законодателям, конечно, и, возможно, к более инициативной деятельности и ректорского корпуса тоже. А как вы считаете, вот сейчас очень много говорится о том, что, справедливо говорится, на мой взгляд, что многие научные школы разрушены, и практически наша наука отброшена на десятилетие назад по сравнению с западными. Это существует такая проблема? И насколько она легко может быть преодолима? Вы знаете, многие школы, наверное, действительно или затухают, или в полуразрушенном состоянии, но школы многие есть. Я, в частности, к счастью, являюсь разработчиком технологического прогноза развития Российской Федерации до 30-го года. И в 2009 году даже общее собрание Академии наук обсуждало этот прогноз и посчитало, что вообще более интересной темы давно не было в Академии наук на обсуждение. Большого собрания, где собрались 2000 ученых наших ведущих. И я думаю, что вот то, что мы сделали, мы проинвентаризировали деятельность всех отделений Академии наук. Хорошо бы было упомянуть и в министерство о том, что такая работа была проделана. Я должен сказать, что сильнейшая, несмотря на огромный отток математической школы, безусловно, очень сильная школа в области химии, причем совершенно передовой области, очень много смежной междисциплинарной биологии. Живые еще школы, где готовятся к развивающейся. Я могу сказать, что эти институты востребованы, центры востребованы. Они, кстати, очень прилично зарабатывают. И другое дело, что, конечно, это не хватает для того, чтобы трансформировать и модернизировать базу материальную, их деятельности. Но там происходит следующий процесс, который проанализирован институтом статистики и научной науки Министерства образования и науки. Они выявили, где, в какой области сохранились еще школы, буквально по фамилии, по имену, глядя на цитирование в мировых и в наших журналах. Выяснилось, что можно с полной определенностью, вполне точно, мы, кстати, этих людей пригласили на работу к себе, финансовый университет, с тем, чтобы иметь представление, то, в какой области у нас сохранился потенциал. Научный, исследовательский, интеллектуальный потенциал. Оказывается, есть очень много областей, и они сохраняются благодаря интеграции образования науки А и интеграции на международном уровне. И вот там, где существует такая интеграция этих коллективов, 60% практически всего научного потенциала, который интегрирован, дает довольно сильный эффект. Другой вопрос, в какой степени востребованы результаты этих исследований, этих разработок, в какой степени это инновационно развивается и внедряется в предпринимательском секторе, в нашей промышленности, в реальной экономике. Это другие вопросы. Они связаны вообще с организацией всей инфраструктуры нашей экономики и ее распределение по стране. Потому что у нас какая-то странная программа инновационного развития, создаются какие-то пустограды, именно у Сколково, например, когда есть ведь центры, которые существуют, нуждаются в финансировании. Почему деньги не пошли туда, на создание чего-то нового? Ну, вы знаете, вопрос тоже не ко мне. Понятно. Деньги пошли, и сейчас начинают работать счетные палаты, и уже поработало немножко, для того, чтобы выяснить, как они там шли и куда они вышли. Этот вопрос задавался всеми абсолютно, что есть реномированные, хорошо известные в мире различные центры. Возьмите какой-то центр типа Троицка, Дубны. Дубны. Да, тем более там созданы особые экономические зоны, специальное законодательство принятое. И, в общем, там есть развитие и очень сильная база. Для меня необъяснимо. Если взять, например, наших биологов, то на Окея целый город существует. Да, старые люди, да, пожалуйста, с этим я соглашусь. Но тогда примите новое законодательство о пенсионном обеспечении именно ученых. Сделайте им привилегированные условия. Их не так много, это несколько тысяч человек. Они сами уйдут и будут консультантами. На их место придут более молодые люди. Подумайте, может быть, действительно сократить численность работающих там. Действительно переформатировать институты. Но не трогайте то хорошее, что было сделано, умейте его развить. Вот это удивительный талант разрушать то, что было создано хорошее, а потом создавать заново, обещая райские кущи. Это удивительное какое-то у нас свойство. Вот с этим я соглашусь, это наша особенность. Небережное отношение к тому, что было создано не тобой, а поколениями до тебя. Это действительно серьезная проблема. Но вы считаете, что все это восполнимые утраты? Или мы уже под система науки, образование перешла? Было бы безответственно отвечать. Я думаю, что, как по любому вопросу, нужно иметь вполне конкретные примеры. Я думаю, что достаточно много областей, школ и центров, в которых, влив новые ресурсы, показав свой интерес к ним, я бы сказал так... Потому что ученым еще очень часто нужно просто признание деятельности. Комплементарные жесты. Да, хотя бы жесты. Да, комплементарные жесты. Вы нам нужны. Да. Как немного нужно человеку. Если он востребован, то в нем возникает та энергетика, которая готова была угаснуть и умереть вместе с ним. Вот об этом как-то совершенно не думают. А если эта энергетика вспыхнет, туда придет и молодежь. Вы думаете, что многие наши ребята, накопившие колоссальный опыт в работе, или новые знания, работая за рубежом, они там так их оставят, кто-то оставит, кто-то останется. Ничего драматичного в этом нет. Наука интернациональна. То есть, вы оптимист. В этом смысле. Да или нет? Я оптимист все-таки. Хочется надеяться на лучшее. Я, честно говоря, тоже надеюсь на лучшее. Ну и чтобы резюмировать наш разговор, просто хотелось бы задать вам такой вопрос. Вы бы посоветовали своих детей отправлять в вашу школу, в ваш университет? Да, безусловно. Безусловно. Один из лучших. И вы знаете, это любая школа, обучение в любом учебном заведении, это еще воздействие детей друг на друга. Круг общения. Да, это круг общения. Это определенные формируются элиты. Элита может быть в разных. Может быть в транспорте, может в авиации, может в финансах. Спасибо большое, Сергей Николаевич. У нас был в гостях Сергей Николаевич Сильвестров, проектор по научному и инновационному развитию финансового университета при правительстве России. Хочется пожелать вам успехов в вашем нелегком образовательном труде. А всем остальным удачи. Степан, благодарю вас за интересную беседу. Субтитры создавал DimaTorzok